Хорошо, и эти специалисты, да, хваленые, они тебе 100% гарантию дали, что у тебя восстановится зрение до единицы, или что они говорят? Ну, на данный момент они ничего не говорят. Когда у тебя ничего не расплывается, не замыливается, когда тебе не надо протирать эти уродские очки зимой, когда не болят эти красные глаза после этих контактных линз к концу дня, ты можешь спокойно купаться, ходить в аквапарк, заниматься любым видом спорта, даже боксом, это абсолютно не мешает. И честно я могу сказать, я потерял зрение с самого детства и просто не помню, что значит видеть единицы. И как классно, что только к 33 годам, после операции лазерной коррекции зрения, я опять приобрел одно из самых важных данной природы человека свойства видеть. И теперь я понимаю, как мучаются те люди, у которых такой возможности нет. И в этом видео я вам очень честно расскажу, как происходил мой период восстановления и какие проблемы все-таки не удалось исправить после такой операции. Оно того стоит. Я даже до сих пор, вот знаете, не могу привыкнуть, то что я хожу без очков. Я хожу без очков. Здорово, ребята. Прошло ровно два месяца после лазерной операции. Как это было, вы можете посмотреть в этом видео. Какими страданиями я столкнулся и что из этого вышло. Как я выбирал метод, по которому делать лазерную коррекцию. И вся-вся-вся информация. Сейчас многие люди после этого видео начали задавать вопросы. Как у меня на данный момент состояние с глазами. Выявились ли какие-то побочные эффекты после лазерной коррекции. И сегодня я вам расскажу не только о плюсах, но и о тех минусах, которые вы можете получить после лазерной коррекции. Поэтому я вам рекомендую досмотреть это видео до конца. Если у вас будут вопросы, задавайте их в комментариях. И делите своим опытом. Короче, сейчас у меня зрение, как у орла. Нет никаких абсолютно побочных эффектов лично у меня после операции Femtelatic. То есть уже на второй день. Ну, первый день была небольшая светобоязнь. Я ходил в очках. Но уже через пару дней все, никаких проблем абсолютно. То есть у меня не следились глаза. У меня они не уставали. То есть я себя чувствовал абсолютно нормально. Дали один месяц на то, чтобы не заниматься спортом, для того, чтобы там не тереть, не мыть глаза. Я это все прошел. И после первого месяца сразу пошел на единоборство. И вообще абсолютно никаких проблем не имел. То есть люди спрашивали в комментариях, если попадут в глаз, не отслоится ли вот этот лоскут, который снимает. Я вам говорю, мне попадали в глаз, и у меня все хорошо, все нормально. Поэтому, в принципе, я до сих пор не могу привыкнуть на то, что у меня такое хорошее зрение. Я в конце дня, когда, ну, понятно, глаза устают, там в конце дня когда-то машину водил или так далее. Хочется их там промыть, к примеру. И мне хочется, типа, снять линзы. То есть, ну, мне кажется, что мне сейчас надо снимать линзы. То есть настолько я долго вообще ходил в линзах, что у меня такое ощущение, что мне надо снимать линзы. Я просто привык к этой процедуре, а на самом деле ее делать не надо. Это удивительно. То есть я вижу отлично. Но просто когда ты выходишь после этой операции, ты видишь все, разница большая. Но когда ты уже пожил один, там, два месяца с такими хорошими глазами, то у тебя замыливается этот результат, и ты думаешь, что у тебя зрение по телу. И для того, чтобы развеять именно вот этот миф свой собственный, вот это свое собственное заблуждение, нужно сходить и еще раз провериться. И мы с вами записались в обычную бичевую клинику советскую и проверим чисто резкость зрения. Потому что ясно, что даже если ты имеешь единицу, ты можешь не все видеть, ты можешь не видеть все ночью. В плане ночного вождения многие люди спрашивают, осталось ли у тебя гало, осталось ли у тебя расплывчатость. Да, у меня остался эффект гало. То есть это тогда, когда вокруг светящихся объектов у тебя создается такой небольшой ореол. Но это я вам говорил. И он у меня не ушел. То есть у меня за два месяца не ушел вот этот эффект. Он не доставляет мне никаких проблем, чтобы вы понимали. Но и я надеюсь, что он в течение года уйдет. Потому что мне еще сказал мой хирург то, что этот лоскут, который тебе удаляли, а мне делали суперфемталасик, он должен приложиться. И на это надо время, понимаете? Поэтому я надеюсь, что этот эффект у меня уйдет. Даже если он не уйдет, в принципе, меня это сильно не волнует. Потому что за счет того, что настолько у меня улучшилось именно качество зрения, мне эти небольшие нюансы не волнуют. Хотя, в принципе, я вам хочу сказать, когда ночью едешь и много слепящих объектов, немножко неприятно становится. Я вам честно могу сказать. Потому что у тебя ночное вождение, оно до этого было хуевым. А сейчас оно стало лучше, но все равно есть небольшой дискомфорт. Я не сказал бы, что он сильный. Есть небольшой дискомфорт лично. Может быть, это голо, надеюсь, оно уйдет. Вот так на самом деле просто. Не все так хорошо проходит. Вот мой знакомый сделал у нас в Беларуси обычную операцию LASIK, которая стоит 900 долларов. Не у всех проходит все хорошо. И давайте сейчас послушаем его историю операции, когда он сделал глаза. У него зрение ухудшилось. Без очков вообще настолько непривычно. Я вообще привык, что ты очкари. Расскажи, ну вот я сделал коррекцию. Ты сразу загорелся, пошел в местную контору какую-то там на гаражах, да, делать коррекцию зрения по методу обычного LASIK. Ну и как твои ощущения вообще? Что? Ну, расскажи, жизнь поменялась, лучше начал видеть. С какими проблемами столкнулся? Ну, конечно, жизнь поменялась. В первую очередь то, что можно многие вещи делать без очков, водить машину там. Ну, это, пожалуй, самое приятное, потому что в очках это такое себе было. Ну и получается, не LASIK мне делали какой-то LASIK. Это немножко другая вариация. Там, получается, на три дня ставят еще контактную линзу, которая у тебя стоит в глазах и жутко мешает. А почему тебе именно показали такую технологию? Была какая-то альтернатива именно у нас? Нет, у нас не было альтернативы. И, к сожалению, у меня была тонкая роговица. И, получается, за это мне такая вот коррекция была чуточку больше период заживления будет и вплоть до полугода. И это стоило все сколько? 900 долларов, да? Ну, да, да. На тот курс, да, 900 долларов стоило за оба глаза. Хорошо. Ну, вот смотри, первые там 2-3 дня ты вообще как-то ощущал себя? Ты сразу видел все, радовался? Ну, я видел все минут 10, радовался, а потом начал отпускать бейсбол и очень сильно начали слезиться глаза, светобоязнь и все вот такие вот обычные трудности после ласика. Так что, да, первые 2-3 дня были ужасные, потому что никуда выйти нельзя, ни на что посмотреть, просто лежал и отдыхал. Скажи, столкнулся ли ты с какими-то проблемами после вот этого обычного ласика? Ну, я столкнулся, получается, у меня левый глаз видит 0,6, а правый видит единицу. И, получается, работать за компьютером сейчас не совсем комфортно, потому что он очень близко и получается слишком большая разница и немного блики возникают. Ну, так себе. Что-то помутнение какое-то произошло. Ну, сказали, вроде как на левом глазу помутнение, выписали капли капать 2 недели, потом месяц и прийти на контрольный осмотр. Он хотел получить единицу, а у него один глаз 0,6, а другой единицы. Для многих людей сейчас, Милан, это просто пипец. И люди и так боятся делать эти коррекции. А сейчас то, что мы им рассказываем, мы, может быть, делаем даже какую-то плохую антирекламу этому, но я вам показываю как есть. Понимаете, что не все может быть прозаично. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Прошел я, получается, в кабинете, померили давление. Вот врач меня посмотрел, сказал, у меня маленькое помутнение на левом глазу и выписали капать капли. Две недели одни капли и, получается, месяц еще другие капли. Хорошо. И эти специалисты, да, хваленые, они тебе стопроцентную гарантию дали, что у тебя восстановится зрение до единицы или что они говорят? Ну, на данный момент они ничего не говорят. Просто капать капли и проходить наблюдение, наблюдаться у них и смотреть дальше. Ну, контролировать именно зрение. Слушай, ну, это неприятная ситуация, потому что ты же понимаешь, что тебе переделать уже, наверное, не смогут за счет того, что... У тебя роговица тонкая? Ну, у меня эта коррекция была очень сильно под вопросом, а сейчас переделать, не переделать, скорее всего, да. У меня буквально 20-30 микронов хватало запасика, чтобы вот сделать коррекцию. Было бы на 30-40 микронов роговица меньше, я бы вообще не смог бы сделать коррекцию. У нас в Беларуси пришлось бы и ходить дальше. Ну, а сейчас ты вот с таким разнобоем в коррекции, ты как, уже привык или ты себя плохо чувствуешь? Ну, я привык. Если вдаль смотреть нормально, если вблизи там работать за компьютером, читать текст, банально сидеть в телефоне, то вот это вот очень сильно выбивается разница в 0,4 диоптрия получается. Да, да, вроде бы. И получается не совсем комфортно, и, возможно, из-за этого еще частенько начинает голова побаливать, потому что, ну, все-таки это большая разница. Мы все-таки, ребята, давайте, ну, пожелаем, чтобы Мил наконец-то восстановился, потому что мне самому, я как вот эту ситуацию услышал, я просто офигел. То есть я прежде всего сам понял, что я не зря переплатил деньги за счет фемта Ласика, но это надо было ехать в другую страну, это надо было находить деньги, надо было собирать. И когда Милан сказал, что он тоже готов, я говорю, делай сразу, я, может, даже ему и посоветовал тоже. Он сам, сам был готов, он сам хотел, он сам мне перед этим говорил, но я даже не думал, что такое может быть, потому что все мои знакомые, которые делали в той же клинике, мы не будем называть ее, они не сталкивались абсолютно ни с какими проблемами, они не спрашивали, какой метод, они не спрашивали, какой врач, они просто сделали и забыли. Да, вот такая ситуация, 2-3% всего лишь. И ты попал в эти 2-3%? Ну да, да, кто-то же должен все-таки в них попадать. Ну слушай, ну я надеюсь, что ты все-таки восстановишься, потому что, ну, если тебе все четко сделали, четко срезали, четко должно приложиться. Ну, а это лучше, чем было до этого? Ну да, однозначно это лучше, потому что эффект есть, потому что, как видите, я без очков, и да, жить можно, но хотелось бы, конечно, на оба глаза единицу, а так придется привыкать к этой разнице. Короче, ребята, записался я в независимую клинику для того, чтобы проверить остроту своего зрения спустя 2 месяца после операции, а вы знаете, нет ничего независимее, чем обычная бичевая государственная бесплатная клиника, поэтому мы сейчас пойдем проверяться. И, кстати, с момента съемки этого видео по Милану, который потерял зрение, вы помните, есть определенное очень интересное обновление, какой у него сейчас диагноз, поэтому не примените возможность досмотреть это видео до конца, для того, чтобы узнать, как же все-таки у человека стало зрение после этой операции. Так, ребят, хотел бы еще вам рассказать о своем хобби, которое уже немножко даже начало приносить денег, это инвестиции криптовалюты и вообще торговли на бирже. Если вы когда-нибудь хотели начать инвестировать и торговать криптовалютами, хочу порекомендовать вам биржу OKEX, которой я уже знаком больше года, я там сам держу деньги. Это одна из первых вообще бирж в мире, она очень старая и очень надежная, и вы можете даже начать обучаться, не инвестировать свои деньги, а обучаться на демо-счету, вы можете начать прямо с 20 долларов, завести в любой валюте. Обратите внимание, это мой сейчас депозит, могу вам показать даже свой отчет по приросту моего депозита. Вот идем в аналитику, и мы видим, к примеру, что вот за последний день я заработал плюс 26 долларов. Видно, как этот депозит у меня увеличивался или уменьшался, потому что, ну, бывают разные моменты в рынке. Вот, к примеру, я вам покажу за два месяца, то есть как мой депозит двигался, и в итоге за два месяца я оказался в плюсе 105 долларов. Неплохо, согласитесь. Вот, к примеру, вот мои монетки на моем трейдинг-аккаунте. Можете посмотреть. Вот я понемножку в них вкладывался, по 20 долларов, как вы видите. И есть у меня еще аккаунт роста, который дает возможность мне стейкать эти монетки, то есть, по сути, вкладывать и получать доход. Вот мы можем посмотреть сейвинг и стейкинг, и можно посмотреть, под какие проценты годовые вы можете вкладывать свои монеты. В общем, на этой бирже можно делать очень много. Чего торговать с плечом, сохранять деньги, приумножать, все что угодно. Вот, смотрите, Basic Trading. Вот, вы выбираете спокойно обстановки, за чайчикой кофе, можете зарабатывать деньги, смотреть, какие монеты у вас растут, какие падают. Вот, к примеру, я закрывал сегодня монету FLM, которая за сегодня час сделала вот это, с 17 выросла прямо до 27. Вот, видите, я продал и, соответственно, заработал тут почти 100%. То есть, вложив 30, я забрал 60. Так что, ребята, это классная биржа. Можете торговать прямо с мобильного телефона, то есть, где бы вы ни находились. Я вам оставлю ссылочку на реферальную. Значит, вы сможете получать различные бонусы, если вы новые пользователи, а я, соответственно, буду получать какие-то там небольшие вознаграждения тоже за то, что я вас перевел на эту биржу. Биржа классная, сам пользуюсь. И, как вы видите, мое небольшое состояние потихонечку растет. Это не финансовый совет, потому что, естественно, он связан с рисками. Но заинтересоваться, обучиться бесплатно начать торговать, не внося свои деньги на демо-счету, может каждый. Так что попробуйте и желаю вам успехов. Короче, ребята, я, ну, я попал в ад какой-то. Вот эти бесплатные поликлиники с этими бабушками. Во-первых, запись была на полтора месяца вперед, да, для того, чтобы просто, вот вы представьте, проверить остроту зрения бесплатно. То есть, там проверяют только остроту зрения. Все, больше тебе ничего не сделать. Я зашел, там все ругаются. Кто-то профосмотр, кто-то бабушки какие-то там с поломанными глазами сидят. Говорят, у меня поднялось глазное давление, кровь потекла. Или там какой-то сосуд отвалился, блядь. Это просто какой-то ад, я вам отвечаю. Там, блядь, все ругаются, все друг друга не пропускают. И вот это все бесплатная медицина хваленая, за которую люди платят налоги. Это лучше такой медицины, мне нахуй не надо такая медицина. Особенно, блядь, для глаз. Но самое, что интересное, самое важное, то, что я проверил остроту зрения. Я вам сейчас покажу эти результаты. Я просто был в шоке, потому что меня посадили, получается, за вот это табло с цифрками. Я начинаю читать, она быстро там что-то, блядь. Я сказал, что я делал лазерную коррекцию. Она такая начинает, такая, раз, два, три, четыре, там, вот эти слайды. Я сам даже не замечаю, что я уже левым глазом читаю единицу, блядь. Бац, потом и говорит, ну, читайте, типа, еще. Я уже там одну строчку и не могу прочитать. То есть середину букву, ну, там, цифру четыре, там, пять я могу отделить. Но восьмерку от тройки я, к примеру, не могу. Или там шестерку от восьмерки я четко не могу там понять вообще, что это такое. И она говорит, вы почти прочитали один и два. То есть у меня, получается, зрение почти 120%. Давай вторым глазом. И вторым глазом я просто налегке. Я вообще был в шоке, потому что, знаете, обычно, когда садишься, ты либо не видишь нихуя, либо видишь там несколько каких-то там строчек вообще этих бичевых, блядь. Именно сейчас я понял, что я вижу сто, сто десять процентов. Ну, вот я вам покажу, она написала один и два. Я говорю, почему у меня голо. Она говорит, в принципе, либо оно станет меньше, либо оно не уйдет вообще, либо оно со временем уйдет полностью. Типа, есть у вас небольшие помутнения вокруг вот этой части, которую вам срезали, там выпаривали. Она говорит, это нормально. Типа, у вас там все эпидализировалось. Не надо никакие там капли, блядь, занятия, глазные там, блядь, упражнения. Это все вам не надо. Типа, блядь, живите и радуйтесь. И именно таким образом я снял вообще все свои опасения по поводу того, что у меня зрение ухудшило. По сути, я сейчас вижу, блядь, как орел. И несмотря на то, что я занимался сваркой автомобиля своего на седьмой день. Вот, знаете, какой я тупой. Седьмой день после операции, глаза еще не отдохнули, я начал варить, блядь, машину свою. Это просто конец, ребята. Я настолько пересрал. Я думал, блядь, какой же я дурак. Но самое главное, что оно даже не ухудшилось. Даже после сварки. Это офигенно. Также еще я записался на дня для того, чтобы проверить просто толщину своей роговицы. Для того, чтобы понять вообще, сколько ее там осталось. Потому что мне говорили, что там нормально осталось, но надо все-таки перепроверить, чтобы просто для себя знать. И опять же говорю, вот это гало, оно, ну это на самом деле хуйня, если так посмотреть. Это, ну, оно практически не мешает. Ты просто уже начинаешь придираться. Потому что у людей иногда бывает хуже. У них бывает твоение, там, блядь, твоение, я не знаю, что. После непонятных каких-то ровшан клиник. Поэтому у меня еще нормально. Ну, не зря я 4 тысячи баксов валил. Я вам хочу сказать. Я ездил, мне уже поставили 0,8 и прописали еще там капли. Потом продолжить капли, которые я капаю сейчас. Потом прописали еще одни капли, еще одни капли. Короче, мне сейчас надо тремя каплями закидываться. И все. Ну, да, я уже вижу, даже сам чувствую, что вижу получше. Сказали, что глаз почему-то заживает чуточку медленнее, чем правый. И все, сказали, короче, капаться. Вроде уже получше становится. О, заебомба, заебомба. Делали по химетрию и биомикроскопию для того, чтобы посмотреть там, как лоскут уложился. Там он четкий, не четкий. В общем, у меня вообще все. Как вы видите, вот тут написано, что в самом узком, получается, месте внизу, да, вот видите, вот это красненькое. Значит, во-первых, четко стоит лоскутник, никакого смещения нет. И сама по себе именно толщина роговицы, она вообще в норме. Супер. То есть, и у меня вообще никаких, кроме вот этого гало, но гало должно пройти. Потому что, ну, рубец этот, соответственно. Вот. То есть, у меня вообще никаких, ну, прописали капли, сказали, можете капать, можете не капать. И вот, что мне не понравилось, то, что, понимаете, они все пиздят то, что, типа, да не обязательно, блядь, фемта лазер для снятия роговицы. Можно и обычным ножом, блядь. Но сама же потом говорит, что о ножом могут быть определенные кривизна, потому что нож, если он хороший, он хорошо режет. А если он плохо, он плохо режет, блядь. И должен быть хороший хирург, понимаете. И мне это не понравилось. Зачем вы рекомендуете людям технологию, вот по мне, 90-х, блядь, годов? Зачем? Если можно, блядь, лечь под нормальное это, да, он будет стоить дороже, но вы точно будете знать, что у вас проблем никаких не будет. Я через 6 часов, он, как я в прошлом видео показывал, ходил, рассматривал, у меня ничего, а через 7 дней я вообще сваркой занимался, блядь. А через месяц я пошел на бокс. Есть лазер и есть компьютер, который с хирургической точностью, прямо вот с микронной точностью будет срезать этот нос. Особенно при большом минусе. И поэтому я понимаю, что они все пиздят вот что. Когда в нашей стране нету таких технологий, как Супер Фемталасик, все будут рассказывать, что, блядь, да он не нужен, это переплата денег. Как только он появится, если он появится, потому что это дорогая тема, они будут рассказывать, что это новые технологии, типа, это все заебись. Меня больше, знаете, интересовало даже не вот это все, да, я знал, что у меня все нормально, я тебя чувствую нормально. Она еще глазное дно посмотрела, все, типа, хорошо. Я просто еще раз уверовался, что в этой ситуации лучше деньги не экономят. Лучше переплатить, взять нормально, порезаться раз и на всю жизнь. И наслаждаться результатом, блядь. А не экономят, а потом ходить с один глаз единицу, другой 06. Блядь, удивительная хуйня, я более чем уверен, как только у них появится Супер Фемталазер, блядь, который стоит, ну, не знаю, половина самолета, блядь. Ясен хуй, что он тут, в этих краях, он не окупится никогда. Но когда он у них появится, они все сразу переобуются и будут рассказывать, блядь, какие у нас новые технологии появились. То, что мы резали руками, это уже прошлый век, блядь. Не ведитесь на эту хуйню, сделайте самое лучшее, и чтобы вы просто на внутреннем уровне кайфовали и были в этом уверены. Все зависит от того, какую вы, наверное, операцию делаете. Если вы делаете Фемталазик, у вас, скорее всего, будет все хорошо. Если вы делаете старый Лосек, обычный, там могут быть нюансы. Потому что, когда ты хорошо видишься, можешь увидеть все, что ты не видел до этого. Можешь видеть лица людей, можешь рассматривать все в мельчайших подробностях. И для этого не надо тебе ничего, ни очков, ни контактных линз, ни растворов, ни диоптрий. Короче, тебе ничего не надо, ты просто ходишь и кайфуешь. Если вы так хотите, вам надо решиться на эту операцию. И потом вы будете себя благодарить. Ну, опять же, выбирайте очень хорошую клинику специалистов и потратите максимальное количество денег. Потому что только тогда вы, наверное, получите максимальный результат. Лучше на этом не экономить. Поэтому я бы всем, всем бы рекомендовал делать такую операцию, потому что ваша жизнь изменится. Но очень хорошо и тщательно выбирайте специалистов. Не жалейте на этом деньги. И я просто, ну, благодарен, что вообще сделал. Я не знаю, моя жизнь просто изменилась. Я стал себя чувствовать намного-намного лучше. Потому что когда ты нихуя не видишь, это просто пиздец. Поэтому, ребята, подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. И мы с вами еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok